Добрый пятничный вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Дарья Белова далее о наиболее заметных темах выпуска. Где заплатку будем делать? Рейтинг самых опасных ям Барнаула в рубрике «Автоновости». Все, что больше этих параметров, нужно обозначать специальными знаками или вовсе заграждениями с сигнальными огнями. Сплошь поэты, куда не загляни, кто в редакции наших новостей рифмует строки. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Шахматы — это интересно. Сегодня в Краевой столице завершился чемпионат Сибири по классике. ЧП в поселке Тамбовске Романовского района. Там начался обильный поводок. В считанные часы вода добралась до жилых строений. Местами ее уровень в домах достигал 20 сантиметров. Причина бедствия, как считают сельчане, в обильном таянии снега в полях. Люди даже не успели спасти свое имущество. Наводнение удалось зафиксировать на камеры мобильных телефонов, однако переслать видео по сети не получается. Вода залила интернет-провода. В произошедшем жители поселка Тамбовске склонны винить местную власть. Мебель вся в воде. Это когда полы, а если у людей вообще пол, ДВП настеленный, линолеум настеленный, это все надо вскрывать. Двери вот у людей, новые двери стоят. Они разбухнут сейчас все и все, а какой ущерб. И бытовую технику мы еще не включали. Ни морозилки, ни холодильники. Мы не знаем, что с ними. Вода-то так, как бежала, так она и бежит. Вроде как собираются откачивать. Приезжали глава, все, но они что-то посмотрели, тут все. Поехали там что-то засыпать там или чего. Больше мы их не видели. Они даже к нам не подходили. В Главном управлении края по культуре отказались раскрывать подробности результата проверки, проведенной административной комиссией в Молодежном театре. Однако известно, что в отношении поставщика оборудования компании «Мастер свет» прокуратура Октябрьского района Барнаула возбудила уголовное дело. Новый руководитель Молодежного театра Ирина Лысковец подтвердила, что проверки состояния технического оборудования ведутся и сегодня, но они, скорее всего, плановые, нежели принудительные. За разъяснениями о нарушениях в поставках сценического и светового оборудования Лысковец посоветовала обратиться к своей предшественнице Татьяне Казицыной. Ведь именно в ее бытность директором шли скандальные поставки. В телефонном разговоре Татьяна Федоровна призналась, что в ходе реконструкции Молодежного театра знала обо всех строительных и технических недочетах, а также о проблемах с оснащением. Однако у нее были причины не придавать это огласки. И лишь сегодня бывший директор МТА решила рассказать все, как было. Крыша текла, она сегодня течет. Оборудования нет, свет безобразный, лобового света нет вообще. Обеспечение пожарной безопасности не соответствует даже проектным решениям. Нет, мне доказывали, что она работает. А я говорю, ну не работает. Должна заметить, что сегодня Управление культуры Алтайского края ни при чем, какие невинные люди. В контрактах написано, что Управление культуры, как государственный заказчик, должны были вести контроль за соблюдением, за движением бюджетных средств, за их целевым и эффективным использованием. Никто ничего не следил, ни за каким целевым использованием и эффективным тем более. Напомним, неделю назад на встрече с коллективом МТА губернатор Александр Карлин заявил, что власти сделают все для выявления и устранения недостатков, а также сообщил, что для этого он лично инициировал проверки в театре. Продолжаем выпуск. То ямы, то канава. Вместе со снегом с дорог сошел и асфальт. Эта весенняя шутка стала уже традиционной среди автомобилистов Алтайского края. Как пережил Барнаул первую теплую неделю марта, об этом и не только расскажет Галина Юмашева в рубрике Автоновости. Согласно ГОСТу, для безопасности движения проезжая часть должна быть без просадок и ям. А если таковые и есть, то они не должны превышать 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и быть не глубже 5 сантиметров. Все, что больше этих параметров, нужно обозначать специальными знаками или вовсе заграждениями с сигнальными огнями. Но это все на бумаге. А правда, жизнь такова, что если выполнить данное требование, то дороги краевой столицы превратятся в стадион с барьерами для бега с препятствиями. В одной из социальных сетей вместе с автомобилистами мы решили составить рейтинг самых опасных ям Барнаула. Фото и видеодоказательств прислали немного, но слова оказались красноречивыми. Кроме конкретных адресов, кто-то писал, что ездит, будто не по дорогам города, а змейку в автошколе сдает. А кто-то и вовсе предложил залить все улицы асфальтом. Ведь его смыло почти везде. Я думаю, что автомобилисты преждевременно начали эти все действия. Ждем опять же потепления и начнем работать. Самой проблемной точкой на карте краевой столицы можно назвать пересечение улиц Антона Петрова и Малахова. На днях здесь случился настоящий транспортный коллапс. Из-за ям на дороге образовалась многокилометровая и многочасовая пробка. Автолюбители пока в ней стояли не только ругались, но и юморили. Потеряв надежду выбраться из затора, выкладывали в интернет объявления о покупке новой машины у тех, кто уже выехал из этой пробки или вовсе в нее не попадал. Ситуация улучшилась, когда на место приехали инспекторы ГАИ и стали регулировать движение. А следом подтянулись и дорожники, пытавшиеся хоть как-то устранить причину коллапса. В Краевой столице в этом году с зеброй в больницы уже уехали 20 детей. Всего под колеса машин попали 44 ребенка. В понедельник начинаются школьные каникулы и на улице появится больше малышей и подростков. Хотел бы обратиться в первую очередь к водителям, чтобы были гораздо осторожней и внимательней при движении по улицам города. Также родителям совет, чтобы напоминали постоянно своим детям о безопасном поведении на дороге. И напоследок информация для владельцев красивых номеров. Мошенников, которые воровали госзнаки с тремя семерочками и требовали за них деньги, осудили. На два года и десять месяцев. Правда, отбывать наказание они будут не за колючей проволокой, а условно. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. 21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Дата выбрана не случайно. У людей, страдающих этим заболеванием, часть 21-й хромосомы представлена сразу в трех экземплярах. В переводе на язык календаря и получилось 21-е число третьего месяца. Шестилетнему рубцовчанину Саше Потехину, рожденному с синдромом Дауна, нужна помощь. В одиночку маме мальчика не справится. Сейчас необходимы деньги, чтобы поставить ребенку слуховой имплант. Подробнее Александр Облако. Порог сердца, пневмонию, кисту головного мозга, атрофию зрительных нервов и глухоту определили врачи при рождении этого ребенка, а также синдром Дауна. Саше Потехину со всеми этими заболеваниями было просто не выжить, если бы не его мама Наташа и ее неугасаемая вера в чудо. Сначала у мальчика восстановилось зрение, затем одна за другой были сделаны операции на кисте и дважды на сердце. Полтора года назад Саша научился ходить, говорить мама и баба. Чтобы Саша мог полноценно слышать, необходимо сделать операцию по вживлению ушных имплантов. Нужны деньги на операцию и проживание в клинике. А 7 тысяч, которые мама получает по инвалидности ребенка, едва хватит на памперсы и специализированное питание. Одна я просто даже физически, я даже не могу представить, даже если я на 5-10 буду работать, я просто физически не смогу заработать эти деньги даже за 5 лет. Просить помощи у всех ради спасения жизни Саши Наталья не считает зазорным. Номер ее телефона вы сейчас видите на своих экранах. Помочь мальчику может каждый. Для Саши очень важно освоить мир звуков. И на его слово «мама» услышать в ответ сынок. Александр Облак, Анастасия Юрина, Геннадий Лабзин. Наши новости. Сегодня подведены итоги краевого конкурса «Учитель года-2014». 300 тысяч рублей от губернатора и поездка в Москву за «Хрустальным пеликаном» – приза для лучшего педагога страны. Вот что получает краевой победитель. За учительской интеллектуальной битвой наблюдала Юлия Гадар. «Хрустальный пеликан» – это высшая профессиональная награда для педагогов страны. Как Оскар, только престижнее. В отличие от золотой статуэтки, пеликан, как птица удачи, может попасть в одни руки лишь единожды в жизни. Не может участвовать никогда больше в конкурсе победитель. Всероссийского конкурса, к сожалению, победителей пока еще не было. Мы очень надеемся, что когда-нибудь пеликан прилетит на Алтайский край. А пока определяется лучший учитель края. На открытых уроках проверяющих, членов жюри, коллег-педагогов, представителей СМИ, мы насчитали 25 человек на один кабинет. Это больше, чем учеников. Тоже, кстати, незнакомых для учителя. Плюс видеотрансляция каждого занятия. Таковы новые условия конкурса. Знаете, мы же не кинозвезды, у нас совсем другая работа. Каким должен быть хороший учитель? На этот счет мнения у каждой стороны, учителей и чиновников от администрации разные. Главное качество для учителя – любить детей и быть всегда с ним искренним. Учитель должен быть первым очень профессионалом. Профессионал в своем мудиле должен понимать тот предмет, который он преподает детям. Конечно, все это соответствует всеми критериями, которые прописаны у нас в положении. В положении о конкурсе множество пунктов. Среди них такие, как глубина и оригинальность суждения, творческая индивидуальность учителя, артистичность и импровизация. Урок называется «Политика и власть», но я немножко интригу тут создал. Мы будем строить идеальное общество, но посмотрим, удастся нам построить его или нет. От учителя с каждым годом требуется выдавать все больше материала в единицу времени. При этом его подача должна быть ясной и творческой. Прибавляется и бумажная работа. За всеми нововведениями угнаться сложно, но когда удается, ученики моментально это подмечают. Мне очень понравилось, потому что это было очень весело и необычный урок с презентацией. Нам давали рассказать о своем городе, давали время свободно, чтобы порисовать. Конкурс завершен. Удастся ли его победителю обменять алтайский опыт педагоги кинохрустальный трофей, узнаем в октябре. Юлия Гадар, Николай Шилко. Наши новости. Представлять наш край на российском уровне будет преподаватель изобразительного искусства Мамонтовской средней школы Елена Артемихина. Именно она стала победителем краевого конкурса «Учитель года-2014». А пока к другим темам, и все-таки они сдались. Российские концерты украинской группы «Океан Эльза» не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время запланированные на весну выступления перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный сайт коллектива «Отложенный концерт в Барнауле». Шоу планировалось на 12 апреля. Напомним, призывы запретить концерт в столице Алтая звучали и на недавнем митинге в поддержку действий президента России Владимира Путина по разрешению политического кризиса на Украине. Ред экспертов связывают отмену концертов с выступлением музыкантов на антироссийском Майдане. Однако все обвинения в национализме лидер группы Святослав Факарчук решительно отрицает. Как сообщили местные организаторы, концерт в Барнауле состоится, но позже. Причин переноса на самом деле много. Возросли наши расходы в связи с тем, что большинство других городов отменилось. Важно также то, что было очень много недовольных людей концертом. Приезд возможен, он будет обязательно. Сейчас все эти вопросы обсуждаются и решаются. Концерты возможны уже даже в этом мае. У всех, кто проникался романтикой рифмованных строчек, сегодня праздник – Международный день поэта. Внимательно посмотрите вокруг, может и вам есть кого поздравить. Ведь поэтов в мире не меньше, чем филателистов или грибников. За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. В редакции наших новостей работники пера сплошь поэты, куда не заглянили. Вот Юра Борли, с которым в матче ночные не спится, который стихами готов поделиться в своей передаче «Нескучный спорт». А это Гундарин, которому мнится, что каждая строчка к рифме стремится, что он нас заставит с отдачей трудиться в редакции новостей. А это Артемий, который боится введения сайта новостного лишиться, если узнает, что он не мечтает с отдачей трудиться, а лишь по строчкам вводить ресницы в редакции наших новостей. Когда на работе выпадает свободная минутка, черкну пару строк, либо на бумажке, либо сразу куда-нибудь на сайт литературный. Шум тротуаров и дребезг зданий – странная музыка серого города. Трудно расслышать в чехле рыдания. Скрипка молилась. Бесстрашная, гордая. А это Вась, наша светская львица, которая прямо на праздник стремится, который в Новосибирске случится, который поэзии как раз посвятится, на котором не одно ей дано засветиться, а с нашей Наташей из новостей. Вот так легко страницу дописала и открываю новую тетрадь. И страшно, что бумаги в мире мало, чтобы можно было книгу написать. Куда ни ходи, везде одни лица. И что у них в душах узнает творится. Гляди, вон клавиатура дымится. Не только в редакции новостей. Повсюду поэты. Поэтому это. Всемирным пусть поводом будут согреты. Поздравьте поэтов-коллег поскорей. Юлия Гадар, Николай Шилко. Наши новости. Время новостей спорта. От шахмат до тяжелой штанги. Таков разбег в сегодняшнем обзоре. А в конце хорошие новости алтайского футбола аж из Японии. Ну и пятница. Анастасия Струфа из Барнаула завоевала звание чемпионки России в жиме штанги в весовой категории до 47 килограммов. Подняла 110 гг. Или, как правильно у них говорить, пожала. Теперь спортсменка имеет право поехать на чемпионат мира в Данию. Анастасия тренируется у Виктора Смищенко. Сегодня состоялся заключительный тур чемпионата Сибири по шахматам. Четыре первых доски подключены проводами к интернету. Всю неделю на сайте Краевой Федерации Шахмат шли трансляции. Что очень удобно, современно и эффектно даже. В мужской гонке в шаге от чемпионства находился томский гроссмейстер Андрей Белозеров с семью очками. На полбала отставал красноярец Дмитрий Хигай. В центре внимания также гроссмейстеры Владимир Невоструев и Павел Малетин. Именно все эти названные шахматисты, а также Жамсаран Цидыпов из Улан-Удэ, разыграли четыре путевки в высшую лигу. Поскольку шахматы несколько успокаивают, то бурятский парень не стеснялся держать рядом с собой баночку энергетического напитка. Хотя большинство участников пользуются услугами кофе-автоматов, стоящих в клубе. Наш молодой Алексей Сорокин сегодня за 48 ходов сыграл черными в ничью с Цидыповым. Набрал шесть очков по итогам чемпионата Сибири. Примечательно, что у Сорокина и его соперника оставалось ровно по ферзю и по пять пешек. Растет парень, растет, видно. Тренера бы покруче немножко ему. Ну, покруче. В женском турнире, проходящем в комнате, где располагается музей-шахмат, несколько приезжих предсказуемо заняли эти четыре заветных места. Наша Татьяна Цепенникова, победив в пяти партиях, с четырех проиграла. В субботу стартует турнир по быстрым шахматам. Там у судей пойдет работка. Фигуры падают, игроки напрягаются. Тонуть в своих же объятиях времени не будет совершенно. На международном турнире в Японии футболисты барнаульского «Динамо-97» в группе «А» победили соперников из Китая 2-0, после чего были разгромлены, правда, японской юниорской сборной 0-6. Затем «Динамовцы» переиграли сверстников сборной Таиланда 3-1. Через два дня «Динамо-97» в четвертьфинале сыграет с победителем группы «Д». Такой была информационная картина этой пятницы. Осталось дополнить ее прогнозам погоды. Хорошего вечера. До встречи в эфире. Добрый вечер. Сегодня поговорим о предпринимательской семье Рыжаков, частом герой публикации сюжетов этой зимы, начала весны. Ну, за что же вроде такое внимание к людям, которые формально из политики-то ушли, а за дело, за дело. Ну, подробности чуть позже. Начну же, как обычно, по пятницам с того, что случилось и о чем мы узнали на уходящей уже неделе. Началось формирование нового созыва общественной палаты края. Созыв будет работать три, а не два, как раньше года. В состав палаты войдут 52, а не 50 человек. Министерство культуры России поддержало 10 проектов, которые в 2014 году будут реализованы в Алтайском крае. На них регион получит более 11 миллионов рублей из федерального бюджета. По заявлению риэлторов, ожидание мирового кризиса и высокой инфляции сказалось на резком повышении цен на недвижимость в Барнауле на 5-10% с начала года. К главной теме. Вот, в самом деле, информационные поводы на нашем, в общем-то, тихом и мирном информационном поле рыжаки предоставляют регулярно. О, пузыри земли, как писал классик. Ну, вполне-таки определенные пузыри. В течение месяца в редакцию обратились работники предприятия Алтай-Кровля и Озерского лесхоза по одному поводу – задержка зарплаты. Говорить на камеру люди отказываются, боятся гнева руководства и хозяев – рыжаков. Мы в больших очень долгах, потому что есть дети, просят каждый день. И как нам говорят, потерпите, детям мы так сказать не можем. Извините, потерпи сегодня, не покушаешь, покушаешь завтра. Вот обидно, вот люди-то работают. За что работают? На дядю работают, они, значит, миллионы хапают. Везде острова позакупили наши эти частные предприниматели, рыжаки, типа рыжака. Дети голодом сидят, мне нечего им дать, нечего. Голодные дети из-за того, что их родителям не платят зарплату вовремя – это просто возмутительно? Не правда ли? С человеческой, вот хотя бы точки зрения. Но ведь и вообще, тема больших задержек по зарплате, столь актуальна в прошлом десятилетии и раньше, вроде бы уходит, да вот благодаря таким случаям уйти никак не может. И причем, еще заметьте, люди обращаются в средства массовой информации, лишь когда иные обычные способы исправить ситуацию ими исчерпаны. По этим же мотивам обращаются непосредственно к высшему руководству, как жители Новоалтайска по поводу еще одного, ставлю такие жирные кавычки, еще одного социального проекта «Алтай кровли». У нас есть детский сад на сегодняшний день, который пустует. Это детский сад «Гараба», номер 22. Они однократно обращались к, вы знаете, за «Алтай кровли», чтобы здание передать муниципальную собственность. Но на сегодняшний день эта проблема не решается. Пустующий детский сад, который не передается владельцами в муниципальную собственность. Да, вот такая история. Это прозвучало на встрече с жителями Новоалтайска, главы региона. Губернатор, конечно, обещал принять меры и, надо полагать, примет. Но вот, кстати, не проблемами ли в выполнении своих социальных обязательств объясняются многочисленные медийные нападки на власть, организованные, как мне кажется, именно рыжаками. Но вот тут, знаете, вспоминаются русские народные поговорки. Например, про больную голову и здоровую, про горячую шапку тоже. В принадлежащих им средствах массовой информации, газета номер один, «Атмосфера», рыжаки обрушиваются на действующую власть региона, обвиняя ее во многих грехах. Речь идет и о низких доходах населения, и о проблемах с детскими садами. А реплика сегодня звучит так. Так, невыплата зарплаты, демонстративное пренебрежение общественными интересами, такой вот уголок 90-х, исключение сегодняшних правил в отдельно взятом случае. Эх, вот такие бы исключения, такие бы случаи, вот нам точно не нужны. Как бы их ликвидировать, да поэффективнее. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Весна опять пришла, и лучики тепла, или, как говорила героиня знаменитого фильма, «Самое простудное время». Держите ноги в тепле. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Сегодня Всемирный день поэзии, поэтому начнем с интервью, которое поэт Елена Вагнер дала поэту Ольге Каминской. Читайте в «Московском комсомольце». Она издала два поэтических сборника, она объездила полмира, она преподаватель йоги. В литературный свет Елену Вагнер в свое время вывели Владимир Токмаков и Михаил Гундарин. В оттачивании мастерства большую роль сыграли преподаватели филфака АЛТГУ Вячеслав Десятов и Олег Ковалев. Первым зарубежным выездом, говорит Елена, стал Стамбул, и это как первая любовь, не забывается и манит. А самое главное знание поэтесса нашла в йоге, хотя в поэзии в эзотерику старается не уходить. Адреналиновая зависимость затягивает порой сильнее наркотиков, утверждают герои еще одного материала московского комсомольца на Алтае. Корреспондент МК Яна Кабакова решила выяснить, насколько популярен экстремальный досуг среди жителей Алтайского края. Из наиболее популярных сегодня направлений в экстремальном туризме можно выделить альпинизм, рафтинг, ски-туры, горнолыжные туры с элементами экстрима, спелеологию. Причем наиболее экстремальные самостоятельные выезды. Все экстремальные виды спорта связаны с получением адреналина, комментирует психолог Наталья Кузовникова. Это очень сильно затягивает человека, и он уже готов идти на любые риски, чтобы испытать эти эмоции вновь. О более опасной зависимости пишут на этой неделе аргументы и факты Алтай. Проблема алкоголизации населения стоит остро во всем мире, говорит главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. На фоне общей алкоголизации человечества в Алтайском крае заметно ее снижение. На 75% снизилась смертность от отравления алкоголем. Причин тому несколько. Улучшение социально-экономической ситуации, пропаганда здорового образа жизни, строительство спортивных комплексов во многих районах края, пишут АИФ. Запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, детский комендантский час и профилактическая работа в школах тоже приносят свои плоды. Информация для заключительной улыбки. Говорят, в каком-то рейтинге получилось, что барнаульцы улыбаются чаще москвичей. Комментарий АИФ Алтай. Рейтинг самых улыбающихся городов России был составлен на основе анализа фото в Инстаграм. Барнаул в нем занял 28-ю строчку из 65 возможных, получив 30,24 балла. Примерно столько же у Уфы, Белгорода и Перми. Мы оказались улыбчивее новосибирцев, но угрюмее жителей Омска. Москва и Санкт-Петербург заняли в этом рейтинге 63-е и 64-е места. Самые грустные люди России живут в солнечном Геленджике, а самые счастливые в Саранске и Липецке. Ничего не остается, как процитировать барона Мюнхгаузена. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую.